В детстве все мальчики надували лягушек через соломинки. Ну а у взрослых мужчин, особенно с руками, для этого есть уже специальные электрические приспособления, которыми можно надуть неограниченное количество лягушек. Ну а если серьезно, то для создания сжатого воздуха и работы электроинструмента нужен компрессор. Об особенностях его выбора мы поговорим с нашим экспертом Владимиром Румянцем. Привет, Володь! Доброе утро! Расскажи нам, как выбрать компрессор? Компрессор выбирается легко. Сначала нужно определиться, если компрессор нужен для дома, для бытового использования, применяются малогабаритные масляные компрессоры с прямой передачей, то есть коаксиальной еще их называют. Передача, в притягивший момент от двигателя компрессор идет через вал. Такие компрессоры используются в суммарной работе не более 3-4 часов в день. 3-4 часа в день, если работаете, то тогда выбирайте компрессор поменьше. Такие компрессоры нужны для подкачки, для покраски и для небольших пневматических инструментов. Если все-таки у меня какой-то шиномонтаж или производство, то тогда что делать? На помощь автомастерским приходят более мощные компрессоры. Они могут работать в течение всей рабочей смены. Это большой ресивер уже идет, от 50 литров и выше, до 500 литров идут. Более мощный двигатель с подключением 380 вольт. И передача крутящего момента идет через шкив. То есть от двигателя к редуктору идет через ременную передачу и шкив. Ты говорил, что бывают масляные и безмасляные. Вот это на что влияет? Масляные компрессоры рассчитаны на длительное время работы. То есть здесь механизм смазывается именно вот этим компрессорным маслом. Как в двигателе внутреннего сгорания? Как в двигателе внутреннего сгорания? Также нужно следить за уровнем масла. Маленькие компрессоры безмасляного действия, они нашли большое применение в пищевой промышленности, в медицине, в фармацевтии, где требуется чистый воздух, я бы сказал, даже стерильный. Если у вас небольшой свой стоматологический кабинет, то приобретайте безмасляный компрессор. Также этот компрессор можно использовать на приусадебном участке. Это были мужики с руками, которые рассказали вам об особенностях выбора компрессоров.